здравствуйте друзья меня зовут александра постнова я рада приветствовать вас на канале закорнял цветочник сегодня я буду делать для вас обзор маранта сорт называется амабилис еще мы ждем амабилис минт соответственно будет еще один обзор как минимум на амабилис минт в чем характерная особенность данной маранты от маранта кирховиан от маранта триколор и от маранта кимбьюти это размер листьев то есть данный сорт это можно назвать и миниатюрной марантой поскольку размер листа у нее примерно в два-три раза меньше чем у настольную столь распространенных других сортов длинный овальный лист примерно 10 сантиметров длиной и около 5 сантиметров шириной и вот такие красивые узорчики на ней в основном серый фон на этом сером фоне на светло-салатовая прожилка и темным темным природа нарисовала нам такие веселенькие рисуночки на ней если мы посмотрим достаточно она такая яркая пышненькая но есть конечно же но как у всех марантовых обратная сторона листа у нее бордовая у некоторых листьев я вот так под заглянула есть проблески того что внутри такие вот не совсем равномерно окрашены видите где-то зеленым прокрасилась не знаю чего это зависит может быть от молодости листа но не факт вот этот лист по идее у нас самый последний он равномерно окрашен этот равномерно окрашен здесь вот есть у нас видите прям вдоль прожилки центральный идет зеленый цвет то есть понять не очень мне получается почему так они по-другому но тем не менее это не вредители поскольку лист у нас абсолютно чистые на пыли не никаких нет и внешняя сторона листа без каких-либо пятен неравномерного пожелтения и дефектов соответственно растения здорово у меня к вам просьба когда вы покупаете марантовые тамаранты колотей строманты обращайте внимание в магазине на то как у вас выглядит растение за такой чистый гладкий лист растения здорово если на нем есть как мучнистый налет это у вас растение которое заражено паутиным клещом и соответственно вы должны принять для себя решение готовы вы изначально растение лечить или нет маранту на стене любивые растения в одном из обзоров мне написала зрительница что у меня стоит на окне когда я убирают окна она бледнеет окна бывают разные даже южное окно может отличаться от другого южного окна ну например если это южное окно 15 этажа южное окно первого этажа перед которым стоят деревья или стоит соседний дом освещенность будет разная хотя и то и другое окно будут южными поэтому здесь очень индивидуально но солнечные лучи маранты не любят они относятся к тенелюбивым растениям и могут быть солнечные ожоги что касается пересадки амабилис они приходят шестерочки то есть совсем минимальный размер горшка мы видим уже корневая система у нас хорошо видно из дренажного отверстия соответственно купили сразу пересаживайте не сажайте ведра если вы покупаете в шестерочки то восьмерка девятка это оптимальный размер на год для растения чтобы у вас росли вершки они корешки про паутинного клеща сказала что касается размещения там где не будет прямых солнечных лучей можете использовать в подсадку крупномером она украсит собой пустой грунт горшка конечно же у нас как всегда появление малышки из прорези листа у нас появляется такая чудесная трубочка которая подрастет развернется и превратится в красивый ярко окрашенный лист соответственно мы видим как у нас появляется лист он появляется из пазухи предыдущего листа если на что-то случается с листом из него не вырос следующий обрезайте над утолщением лучше подрежьте попозже утолщение хорошо видны на листьях но здесь уже понятно вы лупились мы сейчас мы найдем какой-нибудь новый листик ну например вот этот вот из этой пазухи будет у нас новый лист в принципе тому же проклевывается он если что-то случается вот с этим листом и мы его обрежем вот здесь мы убьем новый лист поэтому повнимательнее все у кого такой способ роста не лучше срежьте прямо макушку с гарантией не промахнетесь а потом когда лист выйдет вы уберете оставшиеся части листа полив раз в неделю достаточно обильный но обязательно проверить что грунт высох опрыскивание любит но не обязательно хотите увлажняйте увлажняйте не главное во время полива проворачивайте лист и смотрите чтобы гладкий был гладкая обратная сторона еще очень важно если вы забыли посмотреть вы увидите если что-то с ней случается у нее начинается пожелтение листьев и это либо залив либо паутинный клещ вот такая красотка маранто амабелис если не ошибаюсь амабелис ну по крайней мере в испанском варианте это приятный поэтому она весьма приятная красивая такая пышненькая малышка я думаю что ну найдутся любители на нее безусловно сейчас заходил девочка к нам как раз вот она моя красоточка которую я у вас купила растение должны вам улыбаться тогда вы будете улыбаться глядя на них и будет вашей жизни счастье спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч